Всем привет! Продолжаю ремонт монитора Samsung. Напомню, что монитор после грозы и вышел из строя как сам монитор, так и внешний блок питания. Монитор я отремонтировал в прошлом видео. В этом видео займемся ремонтом блока питания. Блок питания должен давать на выходе 14 вольт, при максимальном токе чуть более 2 ампер. Разберем и посмотрим, что внутри. Может быть даже отремонтировать сможем, чем черт не шутит. Разбираю корпус с помощью чуть заточенной металлической заглушки корпуса системного блока и своеобразного молоточка. Ударом наношу в зазор между половинками корпуса. Удары легкие, чтобы не нанести увечья компонентам платы, да и самой плате блока питания. Готово! Вынимаю плату из корпуса и визуально осматриваю на наличие видимых дефектов. Нашел потемнение на плате в районе обратной связи вторичной цепи. Вероятно, в этом месте имел место быть электрический пробой. В остальном видимых дефектов нет. Значит, начну проверку блока питания с самого начала, с первичной или высоковольтной цепи. Прозваниваю контакты силового конденсатора. Если на контактах будет короткое замыкание, значит, скорее всего, будет пробит силовой транзистор. Короткого замыкания нет. Это хорошо. Но начнем все же проверку более логично, без тыкания пальцем в небо. Проверку проведем, начиная с сетевого разъема и далее по всей первичной цепи. Предохранитель, диодный мост и так далее. Прозваниваю предохранитель. Предохранитель не звонится. Значит, он сгорел. Предохранитель на 3 А. После предохранителя идет диодный мост. Фильтр питания решил пока не проверять, так как с ним редко что случается. Прозваниваю диодный мост. Между любыми контактами диодного моста короткого замыкания быть не должно. В нашем же случае между третьим и четвертыми контактами короткое замыкание. Диодный мост электрически пробит и его нужно заменить. В ипай его неисправные компоненты. Предохранитель и диодный мост. Еще раз проверим диодный мост, чтобы отмести все сомнения. Все верно, между третьим и четвертым контактами короткое замыкание. У меня под рукой нет нужных по размеру диодных мостов, а на платах блоков питания мониторов все диодные мосты большего размера. Диодные мосты с других плат блоков питания мониторов использовать можно. Это будет даже лучше, так как они имеют лучшие характеристики по максимальному току. Размер нашей платы позволяет установить диодный мост большего размера, но отверстия под контакты для диодного моста не совпадают. Это не будет преградой. Чуть доработаю плату дополнительными отверстиями, а имеющиеся отверстия рассверлю под больший диаметр. Предохранитель также спаял сплаты с разборки. Перед установкой проверил, предохранитель исправен. Впаиваю предохранитель, диодный мост уже впаян. Кстати, при установке диодного моста нужно не ошибиться с полярностью. Правильная полярость промаркирована на плате. Думаю, можно включить блок питания, но перед этим еще раз проверю наличие коротышей. В первичной цепи все нормально. Непонятно, что сгорело в области обратной связи в вторичной цепи. Накоротко там ничего не замкнуто. Заменю конденсатор, пострадавший от пробоя. Кондерчик спаял сплаты блок питания с разборки. Жало на паяльнике не идеально подходит под пайку СМД компонентов, но жизнь слишком коротка, чтобы постоянно менять жало паяльника. Так как коротышей нигде нет, будем считать, что от пробития пострадал только конденсатор. Включу блок питания, посмотрим, как он себя поведет. Питаю блок питания последовательно через лампу накаливания. Мощность лампы 70 Вт. Лампа при включении не зажглась, значит все не так плохо. Замеряю напряжение на выходе. Напряжение более 20 В. Напомню, что блок питания должен давать напряжение 14 В, но никак не 20. Помню, кто-то спрашивал, как повысить напряжение блока питания. Оказывается, нужно просто дождаться грозы. Если серьезно, то налицо проблемы с обратной связью. Шим первичной цепи блока питания не видит текущее напряжение вторичной цепи и жарит сколько может на всю катушку. Попробовал заменить оптопару, но это не помогло. Сложность в диагностике подобного дефекта в том, что нет элементов, находящихся в коротком замыкании. Решил заменить управляемый стабилитрон TL431. Он здесь в миниатюрном корпусе SOT23-3. В других мониторах используются нужные микросхемы в корпусе TO92. Но это, как вы поняли, меня не остановило. После замены микросхемы напряжение на выходе 14 В, как и должно быть. Чтобы микросхема влезла в корпус блока питания, чуть подпиливаю ее. Естественно, спиливать до внутренних контактов микросхему недопустимо. Получился почти плоский корпус. Теперь микросхема должна беспроблемно влезть. Впаял микросхему. Проверяю. Все работает. Вот так она у меня расположилась. Выглядит, как будто контакты сейчас куда-нибудь замкнут. Но на самом деле, между контактами достаточное расстояние. Ничего замкнуть не должно. Можно дополнительно залить клеем, но это не нужно, так как микросхема при работе не испытывает механическое воздействие. Собираю блок питания в корпус. Тестирую часа три при работе монитора. После чего корпус блока питания склеиваю. Клею дихлорэтаном. Клей для пластмасс. На этом считаю свой ремонт завершенным. Спасибо, что были со мной во время ремонта. И до новых встреч в других видеороликах. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...